На счетчике 117 ряд мы с вами одновременно приступаем к выполнению В-образной горловины и регланной линии. Переводите каретку в положении частичного вязания. С правой стороны разделите четко пополам, выдвиньте в переднее рабочее положение иглы правой стороны. С левой стороны Закройте четыре петли. В работе слева 24 иглы. В руки возьмите. Как и в случае предыдущих регланных линий, два декера, двухугольный и трехугольный, на половину детали навесьте вот такой груз. Вяжем ряд слева направо. Самое неудобное это начало до тех пор, пока не будет возможности навесить грузы здесь справа и здесь слева. Периодически придется перевешивать груз, для того чтобы не сбрасывались вот эти центральные петли. Закрывать петли. Будем точно так же по две. Следите за натяжением. Как только натяжение ослабевает, перевешивайте груз выше. Провязываем до 127 ряда. А в 127 ряду закрываем две петли слева и две петли справа для горловины. Порядок действий точно такой же, как и на предыдущих деталях. Для горловины также закрываем две петли. Вяжем далее до следующей убавки. Следим за натяжением и ничего не боимся. Я знаю, что очень многие боятся частичного вязания при вязании на двух фантурах. Самое важное здесь четкая оттяжка. Если у вас правильная оттяжка, то никаких неприятностей со сбросом петель вас не ожидает. В 137 ряду для регланной линии полочки закройте 4 петли. Работу продолжаем. В 141 ряду для горловины закройте две петли. Если вы чувствуете, что у вас не хватает натяжения, перевесьте груз. Так, по горловине. Пятая игла в работе. Слева 20, 141 ряда на счетчике. Продолжаем. В 147 ряду с левой стороны для регланной линии. Закройте 4 петли или уберите по две иглы из работы сверху и снизу. Вяжем далее. На счетчике 154 ряд для горловины. Закройте две петли. По нижней две петли по верхней угольницах. Провязываем еще два ряда. И для регланной линии закрываем 4 петли. Две на нижней и две на верхней игольницах. Продолжаем. В 167 ряду. Закройте две петли для горловины. И две петли для регланной линии. Продолжаем работу. В 175 ряду для горловины закрываем последнюю петлю. Одну петлю с нижней игольницы переносим наверх. Выполняем сдвиг на один игольный шаг. Провязываем два ряда. И для регланной линии закрываем 4 петли. Вяжем далее. В 186 ряду. Закрываем по одной петле. И вот сейчас мы закрываем краевые петли. Провязываем еще 4 ряда. Закрываем еще по одной петле. В работе остаются две петли нижней и верхней игольницы. В 192 ряду оставшиеся две петли закрываем в один прием. Оставляем по длине рабочую нить для последующей сборки. Предварительно убираем груз. Петлю закрываем, подтягиваем. И теперь остается вернуться к 117 ряду. Отключить частичное вязание. На счетчиках установить 117. И прежде чем приступить к вязанию, нужно обязательно вернуть в позицию B, на какой машине бы вы не вязали, иглы из позиции E. Иначе ваш патентный рисунок будет попросту нарушен. Возьмите любой многоигольный декер. Если у вас нет многоигольного декера, не беда, действуйте каким можете. И верните иглы в позицию E, а в позицию B. Заправляем рабочую нить в нити-водитель плеча каретки и провязываем один ряд слево-направо. Выполните вторую часть абсолютно в зеркальном отображении. После того, как изделие полностью выполнено, выполним оформление горловины. Никаких резинок у меня нет, поэтому горловину обработаем круглым шнуром. Круглый шнур я начну выполнять от центра. Возьму две полные петли от центра. Всего четыре петли. Выполним набор на четырех ивых. Пробую на плотности 4. Почему говорю попробую? Потому что плотность голова шнура нужно подобрать к вашей плотности вязания. Таким образом, чтобы он не стягивал и не растягивал к горлове. Я начну с плотности 4. Устанавливаем круговое вязание. И для начала начну провязывать в каждую петлю на плотности 4. Как видите, все идет гладко. Нет ни стягивания, ни растягивания. И я продолжу. Вот так красиво скручивается мой пол и шнур. Я продолжу обрабатывать им горловину. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!